Многие начинающие и да и опытные художники считают, что для успеха в живописи важно создавать исключительно авторские произведения. А копирование существующих полотен – это удел слабых авторов, которые ничего своего придумать не могут. Так ли это на самом деле? Давайте рассмотрим. Это детальнее. Так сложилось, что копии знаменитых картин у большинства людей ассоциируются с множеством скандалов о фальшивых полотнах. Но ведь само по себе копирование – не такое уж и однозначное явление в изобразительном искусстве. Когда великий живописец Энгер в свои 87 лет начал повторять гравюру старого мастера Джотто Ди Бандони, у него спросили «Что ты делаешь?» И он ответил «Я учусь». Дело в том, что повтор работ старых мастеров – важный элемент в развитии художественного мастерства. Многие известные художники начинали свой путь, перерисовывая картины коллег. Например, Рубенс, находясь в Италии, повторял картины итальянских мастеров. В частности, он создал копию погребения Христа Караваджо. Рафаэль повторял произведения Микеланджело и Леонардо. Дига черпал при мудрости живопись из произведений Рембрандта, Веласкиса, Тициана и Беллини. Существовала практика, когда художники выезжали в другие страны и воссоздавали полотна местных авторов, чтобы привезти на родину частицу зарубежного искусства. Процесс копирования возник ещё в эпоху античности, когда местные скульпторы повторяли известные древнегреческие статуи. Мотивация была разной – обучиться искусству, сохранить знаменитые шедевры для следующих поколений. В Средневековье не было деления произведений на повторы и оригиналы. Любой мастер, чем бы он ни занимался, считался проводником божественной силы и почитался за свой уникальный талант. Пиком эпохи копирования стал период Ренессанса. Именно в это время процесс калькирования был признан исследовательским и педагогическим. Он позволял глубоко проникать вглубь произведения и изучать как его технические, так и духовные аспекты. Начинающие художники часто перенимали ренемесло у более опытных коллег, а те с удовольствием и часто с выгодой для себя их обучали. Нередко учебный процесс шёл следующим образом. Ученики создавали произведения вместе с мастером, например, рисуя одежду, отдельные второстепенные элементы. А мастер время от времени подходил и поправлял их рисунки. Копирование в своё время позволило сохранить экспонаты, которые были утрачены в результате войн и не дошли до наших времён. Многие работы Джорджоны, Караваджо, Рубинса, Рембарнта представлены в государственных галереях и частных коллекциях только в виде копий. Бывало и такое, когда ученическая работа занимала важное место на выставке наравне с оригиналом. Так, больше века назад в экспозиции Эрмитажа появилась картина Рембрандта «Поклонение волхвов». Но только в 1966 году выяснилось, что это была обычная реплика. А оригинал тем временем с 1923 года хранился в запасниках музея. То есть нередко повторы ценятся не хуже, чем оригинальные работы. Как вы видите, вся история живописи основана на копировании. Но, к сожалению, это слово приобрело уничижительное значение. Об этом процессе многие говорят с пренебрежением. А ведь все старые мастера всегда учились, повторяя за кем-то. Копируя, художник получает возможность обогатиться за счёт опыта великих мастеров и получить пропуск в мир изобразительного искусства. Подсматривая за великими, он учится «Передавать форму и объём», «Получать нужные цветовые оттенки», «Улучшать передачу света и глубины», «Прокачивать своё чувство композиции и вкуса». А главное, в дальнейшем автор сможет применять эти знания при создании собственных авторских работ. Главное – думать о том, что и как делаешь. То есть не машинально копировать, а осознавать, откуда и что берётся. Что это значит, об этом расскажу подробнее. Методика копирования оказалась настолько полезной, что сегодня её используют в известных художественных школах. Но чему, как правило, учат в современных школах? Повторять каждый штрих, каждое смешение краски за художником. Картина должна быть полностью идентична исходнику до последнего мазка. Но это в корне неверно. Как правило, это ни к чему не приводит и оставляет авторов с тем же уровнем, с которым они пришли в эти школы. Ведь многие современные школы не учат самому главному – пониманию. А это очень важный момент для художников, желающих обрести мастерство. Повторяя за старым мастером, художник должен понимать, откуда берётся тот или иной элемент, зачем он нужен. Важно увидеть последовательность работы, с чего именно началось создание изображения, уметь перенять настроение, заложенное в полотно. Таким образом, живописец быстро обучится и обретёт необходимые навыки и умения. Со временем у него появится своё видение, которое будет способствовать его развитию как самостоятельной творческой единицей. А главное, он больше не сможет опуститься ниже того уровня, который приобрёл при работе над своими полотнами. Поэтому процесс повторения очень важен в жизни каждого художника, и не стоит относиться к нему пренебрежительно. Так что, как говорил в своём трактате о живописи «Чинино-чинини», копируйте и наслаждайтесь. Но думайте ещё раз, думайте, и вы получите ни с чем несравнимую пользу. Именно пониманию того, как рисовали старые мастера, мы учим в нашей школе. Мы обучаем достигать тех результатов, которые были у известных художников. Создавать произведения музейного образца, которые притягивают зрителей своей сложностью, в том числе делать авторские работы. Благодаря механизму оптических просветов достигается сложнейшее образование оттенков и внутреннее свечение, что буквально оживляет картины. Регистрируйтесь на наш новый бесплатный мастер-класс «Алхимия. Топ-живописи. Пять секретов высококлассных работ, о которых вы никогда не слышали». Картина, выполненная в технике оптических просветов, будет непременно вызывать вопрос, как это сделано. А ещё привлекать внимание и порождать неподдельный интерес. Ведь она будет передавать впечатления, которые и станут своеобразным магнитом для окружающих. И совсем не важно, это копия или авторская работа. Главное, какие именно впечатления она оказывает и какие эмоции вызывает. Всё это действует на зрителей, как мёд на пчёл. Они слетаются на полотно, делая его востребованным и интересным. Почему сейчас, в принципе, почти нет хороших художников? Потому что мало кто умеет передавать эмоции. К сожалению, большинство современной живописи, как бижутерия, через короткий промежуток времени становятся неинтересны. Ведь на таких полотнах нет красоты, передачи, тонкости, воздушности. Глазу просто не за что зацепиться. Нет у живописцев такого мастерства, чтобы создавать долгоиграющие, как алмаз, произведения, которые бы постепенно раскрывали свои грани и снова и снова притягивали к себе внимание зрителей. Кстати, напишите в комментариях, какие именно художники вас вдохновляют. Копии – это прекрасно, но также прекрасны и авторские работы. Не всегда художник хочет или может создавать что-то своё. У него банально может не быть своих идей для их воспроизведения на холсте. И это совершенно нормально. Но при этом у него может быть желание обрести мастерство рисовать так, как это делали старые мастера, быть исполнителем, а не создателем. Исполнителем, который будет придавать впечатление, это гораздо важнее, чем просто создавать идеи. Ведь именно впечатление заставляет нас чувствовать себя лучше и доставляет нам удовольствие. Это как в музыке. Нам больше известны певцы-исполнители, а не композиторы-создатели. Ведь как раз певцы и вызывают у нас яркие эмоции, которые цепляют и завладевают вниманием. И не всегда эти эмоции могут быть положительными. Если мы чувствуем фальшь в исполнении песни, она не сможет проникнуть к нам в душу. Мы на подсознании ощущаем отсутствие этой души и той красоты, которая нам интересна. То же самое и в других сферах, в том числе и в художественном искусстве. Как думаете, почему полотна художников не цепляют? Да потому что зритель видит ту самую фальшь на произведениях, грубые мазки кистью, несочетаемые цвета, отсутствие тонкости и гармонии в композиции. А главное, не наблюдает на картинах эмоций, которые бы затрагивали самые тонкие струны души. Тем самым подсознательно понимает, что нет смысла тратить на них своё время. Вы сможете научиться передавать впечатления на полотнах и тем самым реализовать себя как хороший художник с помощью технологии оптических просветов. Она поможет вам сделать картину богаче, насыщеннее, с громкозвучащими красками. Вы обязательно научитесь создавать трёхмерное пространство без следов и мазков, как повторяя за старыми мастерами, так и рисуя свои авторские картины. На мастер-классе «Алхимия. Топ. Живописи. Пять секретов высококлассных работ, о которых вы никогда не слышали». Мы покажем на музейных образцах, как образовывать сложнейшие цветовые элементы, создавать внутреннее свечение, передавать воздух. Это и многое другое мы разберём на нашем эфире. До встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео.